привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас новый выпуск обычный оффшорный переход мы собираемся сейчас и будем выходить с со сайте айлендс это как вы уже знаете таити буробора хуахины райотея таха то есть отсюда мы собираемся делаем закупки делаем чекаут и выдвигаемся поэтому сегодня у нас будет оффшорный переход у нас сейчас большая задача занимаемся закупками на переход потому что идем мы на острова кука конечно и юха и топиоха и все продается смотрите что продается хозяйственное мыло я уже забыл когда хозяйственное мыло все где-то продавалось вообще для франции это странно хотя французы принципе такие очень фундаментальные вот это вот все мы купили у нас здесь сейчас еды на недельный переход может даже там что-то запасом потому что может быть там дальше уже такого не будет короче вот это вот все 330 долларов у нас получилось ну это все так внутри ты идешь на пирс нет из тележка идешь на пирс а я сейчас пошел за да поучаствуешь я сейчас сюда приеду на тузике паром на кукайленд заказывали так все наши пасочки уже в тузике ну что поехали итак вот у нас недельный переход вот два пакетика вот это все на 330 баксов ну что дина ты уверена что нам этого всего хватит нет нам еще нужно докупить фруктов помидор текст тут у нас склад здесь у нас все пасочки лежат скажи пожалуйста как вообще ты выбираешь количество продуктов которые нам нужно для перехода исходя из своего опыта это понятно но поделись своим опытом блин это долго надо реально расписывать я уже просто реально знаю сколько нам надо на двоих либо на четверых и никогда не прогадываю поэтому народ я так понял это будет отдельная тема для отдельного ролика поэтому подпишитесь на канал не забываем проверяем колокольчик мы вам сделаем как-нибудь выпуск по закупкам на переход что для этого нужно какое количество ты и дальше не ошибайся потому что не хочется голодать в офшоре рыбу лови вот бумажечка бумажечка это называется бумажечка на выход кастом клиренс пасса портики которые также нам проштамповали все мы готовы выходить из французской полинезии из этого прекрасного райского места и идем мы на кукой ланд на эту таки и мы готовы у нас тут ветер такой я думаю где-то наверное под 30 очку на порывах дует вот когда просто так стоишь вот сейчас двадцать шесть когда порыв прямо от курнира даже больше но ничего он дина там сняла нас бу я нельзя сказать что было просто потому что там на бу я ушка такое оно такое корявенькая и за него чуть-чуть зацепились веревки но это так там зад вперед чуть-чуть газу левее правее все сняли короче выходим уже все из он а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Асимметрик? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 это взбивается молоко под мой утренний кофе вкусненько у старлинка бывает западло что он если его отключать питание мы на ночь отключали 220 потому что у нас на нем только starlink заведен ну а с утра кофеварочка и заодно проверить почту и бывает такое что starlink он не запускается с первого раза нужно два раза перезапустить может три иногда в общем когда сразу стартует иногда у него не получается пока не сильно болтает можно было и в душик сходить наконец-то короче смотрите что я вам хотел показать когда ветра мало для того чтобы увеличить ветер который дует на паруса вам нужно увеличить аппарат как это сделать вам нужно просто повернуть немножечко больше upwind и вот у нас сейчас вот 11 4 и 93 то есть мы можем себе спокойненько уйти сейчас чуть-чуть направо на десятку потому что когда я повернул сюда налево у нас аппарат был там 8 что-то такое это нам не подходит когда аппарат низкий у нас хлопают паруса на волнах потому что в океане ходят не столько по ветру сколько по волнам ветер конечно тоже важно но если аппарата мало то когда лодка идет с волны начинают хлопать паруса это вообще не полезно не для вообще не для чего поэтому мы поворачиваем upwind увеличиваем аппарат идем с давлением на паруса а когда ветер увеличивается на газ так мы подворачиваем потом обратно у нас потихонечку раздувает то есть мы сейчас идем на полных парусах и на полных парусах идти планируем сейчас у нас угол к ветру где-то 120 мы идем при аппарат винт 12 5 то есть и так как раз вот оптимально минимальный угол и сила ветра которая нас толкает скорость у нас там 5 и 5 так у нас сейчас будет завтрак сейчас будем готовить на индукционке потому что у нас солнца много батареи много в общем будет сейчас у нас какая-то там яичница с луком помидорами а ну вот потребляет киловатт и 15 вот в том режиме в котором сейчас я ее использую стакан обязательно потому что если яйцо пропавшее чтобы не испортить все блюда у нас сейчас на переходе время десертов у нас еще есть только что 5 апельсинов в общем манго стырена из дерева апельсины куплены иногда хочется что-нибудь такого сет побаловать вот у нас сейчас раздуло порядка 22 23 ну в общем все нормально дует хорошо лодку качает волны большие я не знаю видно вам их или не видно ну в общем качка есть я думаю что ближайших 300 миль у нас где-то такая погода дальше и будет во всяком случае хотя бы дует и есть ветер ну и не прямо ужас-ужас просто так по побалтывает но у нас сейчас еще и закат к тому же не самый закат но близко к нему не у нас нет хорошо такого размера как же надо У меня ночная ваха, сейчас 3 часа ночи, даже не знаю как это вам показать, потому что ночью камера ничего не показывает. У нас сейчас опять рассвет, последние 2 часа все так выровнялось, вообще стало ровненько, 20 узлов дует, и ветер стабильные 120 узлов. Я думаю рассвет дует через полчаса, нет такой жесткой огромной волны, но болтает конечно все равно не по-детски, но уже полегче, сильно полегче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас все по плану, как по прогнозу погоды начался сегодня дождь. Это нас будет ждать еще на день. Вот он наш тунец, смотрите какие красивые кусочки, соевый соус. А васаби? Там есть васаби, я положил. Хочешь? У нас сегодня целый день ходят тучи, чтобы себя порадовать, севиче. Севиче из этого тунца великолепно, это был Skipjack. У нас тут увлекательно, сейчас великолепнейшая погода, льет как из ведра и вообще не прекращает, и ничего не видно, потому что все небо затянуто. Сейчас вообще вахта Дины. Привет. В общем вот в таких вот великолепных условиях мы идем. Что там, Динос торчит? У меня сейчас утренняя уахта. Посмотрите какая великолепная погода. То он дует 120, то 130, то 70, то 10 узлов, то 30 узлов. Короче, очень тяжелый Явкин, реально очень тяжелый. Но мне сегодня удалось три часа поспать. Дина там хорошо подежурила, так я даже не просыпался. Завтрак в такую погоду, ну вот в Севиче я ем, которое наловил. Это единственное, что можно в такую погоду приготовить, потому что стоять болтаться просто, чтобы даже яичницу какую-то сделать сложно. Но получилось сделать, насыпать вот Севиче. Ну вот это у нас, я надеюсь, последние мили, которые мы доходим. Ну не так, чтобы прямо последние. Сколько там у нас? 42 мили. 42 мили нам еще идти, мы приходим в середину ночи. Погода у нас, вы видите, такая серая, неприятная. Хорошо, что сейчас нет дождика. Вот мы подходим, нам осталось 4,8 мили до угла острова. Потом нужно будет еще подойти куда-то сюда, там пару миль и вот где-то здесь будет остановка. Вот какая-то лодка стоит. Короче, мы подходим, не знаю, что-то видно или нет. Выглядит это обычно так, просто вот в темноте что-то светится. Что светится, где оно светится, вообще непонятно. Так, ну что, народ, мы встали. Якорь бросили, превентер поставили. Наверное, не особо что-то видно. Спереди вот там светится остров. Слышен риф. Мы встали на глубине 15 метров. И вывалили 60-75 метров цепи. Ну что, всем доброе утро. Давайте выходим и смотрим, где же мы стоим. Это всегда такое интересное ощущение, как стали. У нас здесь риф. Вот прямо рядышком. Ну, не то чтобы прямо, а рядышком. Можно было бы встать, конечно, чуть-чуть ближе, но как-то, не знаю, среди ночи ходить стрёмно. Две мачты. Надо посмотреть будет, где там типа есть стоять. А еще среди ночи к нам приплывал Кит. Прямо рядом с лодкой. Вот прямо возле порта здесь был. В общем, мы завершили переход. Переход небольшой, но какой-то он был для нас тяжелый. Ладно, друзья. Буду рассказывать уже в следующей серии о том, что такое Итутаки и Кукайлэндс. А на этом наш выпуск про переход закончен. Оставайтесь, лайк, коммент. Я пошел еще отдыхать. Все. До встречи в следующем выпуске. Пока.